А счастье было так возможно. На этой неделе небезызвестная Валентина Матвиенко, это та, что у всей страны почему-то ассоциируется со стеклянным сосудом, почему, почитайте в интернете, предложила создать в России Министерство счастья. Ее коллеги идею поддержали, правда сообщили, что нечто похожее у нас уже существует. Почему я с ними согласна, расскажу сегодня. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, Матвиенко и ее минута счастья. На этой неделе тетя Валя немного расщедрилась и неожиданно блеснула новой инициативой, по которой предложила все решения Госдумы прогонять через призму счастья россиян. Немедленно закон о всеобщем счастье. Вот вы знаете, я мечтаю, даже предлагала, давайте мы создадим в России Министерство счастья, то ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того, а сделает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми. Надо сказать, что подобные инсайты время от времени у Матвиенко уже возникали, и Министерство счастья она уже когда-то предлагала. Но поддержантов у идеи оказалось настолько мало, что с золотом в ее случае опять стало молчание. После этого в 2018 глава Совета Федерации ударилась в другую область, вновь представив общественности свою инициативу. На этот раз тетя Валя заговорила о Министерстве одиночества, которое взялось бы за пожилых людей. Ну, типа, почему в Великобритании такой министр и такие проблемы есть, а у нас ни министра, ни проблем. Коллеги тогда вновь продемонстрировали свое отношение к предложенному, известным мемам о Тони Старка, и идея в очередной раз затерялась в недрах бежевых кресел. А я смотрю на все на это и думаю, а ведь это так в сущности просто, сделать каждого из нас чуточку счастливей, ведь у нас отобрали все, бесплатную медицину, качественное образование, свободу слова, право выбора, что сделай нам послабление в любой из перечисленных категорий, и мы опять счастливы. А главное, не нарушится принцип, предложенный тетей Вали. Сделала послабление, словила положительные эмоции от народа, вынесла закон на рассмотрение в Госдуму, и все довольны. Так что счастье в студию, причем за счет Матвиенко. Хотя, как показала практика, опыт такой в России, оказывается, уже был. Целых три года на Камчатке, с легкой руки местного губернатора, в край таки существовало Министерство счастья, которое должно было заменить ведомство обиженных и обездоленных. И я сейчас не шучу. Приказ господина ПЖ всем пацакам надеть намордники и радоваться. В итоге путем споров и консенсуса появилась традиционная и понятная нам Министерство социального благополучия и семейной политики. Честно говоря, не знаю, прибавилось ли после этого счастье у жителей полуострова, но о штрафах для тех, кто несчастлив, пока слышно не было. И да, не говорите Матвиенко об Оруэле, чтобы счастье неожиданно не превратилось в пытки. А между тем, патриарх Кирилл, который на прошлой неделе осудил миграционную политику, на это решил напасть и на россиян. Он заявил, что русскими называть себя могут только люди, посещающие храм. Да-да-да-да. То есть именно те, что тратят деньги на свечи, иконы и все, что продает русско-православная церковь. Правда, почему при этом сам Гундяев не придерживается церковных канонов, лично мне совсем непонятно. А то показал бы пример, выбросил бы сатанинский 15-й айфон из своей жизни, а звонил бы исключительно в колокола. А еще вышагнул бы из небогоугодного Мерседеса, да с божьей помощью прошел бы путь обычного россиянина, где в 7-20 смена на заводе, а в 16-40 дом, уроки и головная боль, чем платить ипотеку. Может быть, тогда и понял бы, почему в России много верующих, но мало посещающих дом божий. Спойлер, просто между нами и богом посредники не нужны. Но вангую, что у Кирилла на этот счет есть свой собственный план, где истинные россияне будут начинать свой жизненный путь с церковно-приходской школы, а заканчивать его же на местной деревенской заваленке, веруя и опасаясь бесов и упырей. Вот тогда и именно тогда никто из них не полезет в политику, никто не запилит новый ролик на ютубе и на митинг точно не выйдет. Такими и управлять легче, и объяснять не надо, что свечка сама себя не купит. Хотя, если честно, лично я не знаю ни одного закона, устанавливающего национальность по православному признаку, но Кириллу виднее. Причем не только в вопросах национальной принадлежности, но и в ответах рожать или не рожать. В прошлом году Гундяев предлагал запретить аборты в частных клиниках. В этом году его коллега по цеху, некий Филипп Ильяшенко, предложил запретить аборты вообще, даже если зачатие произошло в результате насильственных действий. Но в Госдуме инициативу не поддержали и решили пойти другим путем. На этой неделе депутат Хамзаев предложил платить россиянам за отказ от аборта. Правда, парламентарии не скрывают, что после рождения ребенка государству, возможно, придется взять его на попечение. Но зато, во-первых, мы спасем чью-то жизнь, а во-вторых, перестанем углублять демографическую яму. Потому как те нерожденные более миллиона в год, такую статистику привел Хамзаев, могли бы стать неплохими русскими. Но не случилось. Поэтому-то на повестке и встал вопрос выкупа детей. А знаете, за какую сумму? За 100 тысяч рублей. Конечно, с одной стороны, сумма вроде бы небольшая, особенно если женщина адекватная и работающая. С другой стороны, если рассматривать различного рода маргиналов, то те и за 100 тысяч будут готовы печатать себе подобных каждые 9 месяцев. Но только гарантии, что такие дети окажутся здоровыми, нам никто не даст. А значит, мы можем наплодить целое поколение малышей, лишенных любви, заботы и ласки. И да, кстати, Хамзаев забыл упомянуть и еще один немаловажный факт. Ведь, решив родить ребенка и сдав его в спецучреждение, мать автоматически становится ипотечником на целых 18 лет. Потому как алименты в пользу государства, ну, никто не отменял. А я напомню, это 25% от заработка или иного дохода. И так 12 месяцев в году до совершеннолетия ребенка. Так кого и от кого в итоге спасает Хамзаев? Лично я ответа на этот вопрос пока не нашла. Но чувствую, что лотерея сработает в стране явно не на пользу. Потому как участие в ней, скорее всего, примут только неработающие маргиналы, которым и денег дали, и алиментов не поимели. Поэтому зэ, забота, это не про инициативу Хамзаева. Тот отдаст 100, а возьмет все 200. Кстати, что-то подобное на этой неделе сгенерировал и министр образования Оренбургской области. На встрече, посвященной состоянию системы образования, кто-то из присутствующих предложил поднять оренбургским учителям зарплату. На что министр образования Алексей Пахомов отреагировал достаточно резко. Типа, повысим зарплату, и учителя пойдут работать в школу за длинным рублем, а не потому что есть призвание. Это сейчас была цитата. Но то, что те, у кого призвание есть в школе, могут не задержаться, министра почему-то не смутило. А, наверное, потому что педагогический кадровый голод всегда можно прикрыть бывшими осужденными, которые и денег много не попросят, и с детьми общий язык уверенно найдут. Правда, депутатов Госдумы слова местного министра нисколько не впечатлили. И партии ЛДПР, и новые люди предложили освободить Пахомова от занимаемого стула. Тот, конечно, попытался оправдаться, но зарплаты педагогов от этого выше не стали. Интересно, конечно, чем закончится дело, но об этом вы узнаете из следующих выпусков новостей. Ну а на сегодня это все. Увидимся ровно через неделю, на том же месте и в тот же час. И да, не забывайте, что вторая наша программа выходит только на Бусти. Всех люблю. Пока-пока.